Сталкер 2 Сюжет крутится вокруг минерала Чернобылита, который якобы изучали на Чернобыльской АЭС еще до трагедии 1986 года. Этот материал крут, словно все артефакты вместе взятые. Он наделяет человека способностью к телепатии, позволяет перемещаться во времени и пространстве. Его можно использовать как мощный источник энергии и даже создать на его основе сеть коллективного разума. Именно эксперименты над Чернобылитом стали причиной взрыва 4-го энергоблока. Все окрестности вокруг станции оказались заражены, людей эвакуировали, а территорию оцепили. Так возникла еще одна версия зоны отчуждения. Играть будем за Игоря Хименюка, бывшего сотрудника Чернобыльской станции. Спустя 30 лет после аварии герой получает странную посылку, кусок Чернобылита и фото его возлюбленной Татьяны, которая без вести пропала незадолго до взрыва на АЭС. Отчаянный профессор решает вернуться в зону, чтобы найти любимую. Откуда он знает, что искать надо именно там? На это у физика есть железобетонный аргумент. Голос Татьяны в голове. Радует, что банальное спасение любимой в духе «Бежим, как ослик за морковкой» разработчики разбавили элементами детективного триллера. Не радует, что иногда сюжет попахивает откровенной клюквой. То мы узнаем реальные подробности Чернобыльской катастрофы, то сталкиваемся со зверствами КГБ, а сразу следом слышим трэшовую байку о поезде с радиоактивным мясом, который три года возил по Советскому Союзу, светящуюся в темноте говядину. Рассказывает ее слегка огретый по голове наркоман, которого вряд ли стоит воспринимать всерьез, но в такие моменты понимаешь, что искать в сюжете истину бесполезно. А вот реплики, мелькавшие в трейлерах и показавшиеся некоторым русофобскими, разработчики потерли. Главный герой больше не говорит «Уж с русским-то я справлюсь» перед тем, как задушить одного из солдат. Так что яростный холивар на политические темы отменяется. Штурмовать оцепленную солдатами АЭС в одиночку и без подготовки не решался в свое время даже стрелок. Вот и нам предстоит позаботиться обо всем необходимом. Переоборудовать старый склад в настоящую военную базу, найти союзников и собрать разведданные. А так как престарелый главный герой похож на матерого сталкера, только грозным голосом, да и то только в русскоязычной версии, нашему профессору нужно будет еще и навыки выживания прокачать. Каждый игровой день начинаем с подготовки к вылазке. Будем раздавать указания напарникам, мастерить станки для производства оружия, создавать лабораторные приборы и крафтить на них все необходимые расходники. Если есть из чего крафтить, конечно. Первые несколько дней ключевой задачей будет именно сбор лута. Придется лазить по заброшенным деревням и загрязненным лесам, искать еду, тырить пайки у военных и не брезгуя ничем подбирать всяческий мусор. Канистры с остатками топлива, детали на свалке техники, железки иногда прямо под знаком с радиацией. Самое забавное, что из всего этого наш мастер очумелые ручки создает настоящие чудеса техники. Уж не знаю, откуда у разработчиков такая любовь к грибам, но здесь это самый ценный ресурс. Из грибов можно и расслабляющую похлебку сварить, и кровать слепить, и даже ядерный реактор склеить. Собирательство в Чернобилайт довольно незатейливое и вряд ли утомит даже тех, кто терпеть не может в выживалке. Достаем детектор, нет не аномалий, а хлама, и подсвечиваем весь ближайший полезный мусор. Подобрать рухлядь, горящую словно новогодняя гирлянда, плевое дело. Но а ближе к середине игры, когда все необходимое оборудование на базе будет собрано, о ресурсах вообще можно будет не париться, и выживание отойдет на третий, а то и на десятый план. Аномалиями местная зона не богата, астерегаться нужно только чернобылитового тумана и радиоактивных участков. А вот любые столкновения с противниками в игре — боль. Наемники, если их не тревожить, передвигаются как едва живые истуканы — вперед-назад, перекур. Однако краса стелсом мимо них — все равно, что играть в русскую рулетку. То не увидят и в десяти шагах, то услышат через две стены и бросаются на поиски, даже если у тебя прокачан навык «Идеальная незаметность». Каждая стычка превращается в хаос и сумбур. Солдаты мельтешат туда-сюда, сливаются с серо-зелеными кустами, с точно такими же домами. Но стоит их отыскать, умирают с одного хэдшота из автомата. Кроме тех, кто в шлемах. Таким надо целую очередь в голову выпустить. Протагонист на фоне шустрых врагов кажется неповоротливым псевдогигантом, передвигается назад и в стороны крайне неохотно, уклоняется к какими-то маленькими нервными подергиваниями. Но зато уж и ловить маслин и хименюк готов пачками, особенно в броне. Вот и получается, что главная интрига перестрелок здесь не в том, кто победит, а в том, успеешь ли ты несколькими выстрелами прикончить солдат, пока они не разбежались кто куда, или опять придется долго и занудно вылавливать их из окружающей каши. Решает проблему рельсотрон с тепловизором, но до него еще нужно дотерпеть. Монстров мало, и выглядят они невнятно. Тени, как черно-зеленое неразборчивое нечто. Черноносители, как коричнево-зеленое черти что. Пыльники. А вот пыльники выглядят вполне конкретно. Точь-в-точь лицехваты из чужих, перекрашенные в другой цвет. Они даже вылупляются из подобных коконов, только опять же черных. Сражения с чудовищами всегда скоротечные и неловкие. Не последнюю роль в этом играет механика стрельбы. Стандартного перекрестия посреди экрана нет, а чтобы открыть огонь, нужно обязательно вскинуть оружие и прицелиться через мушку. Такой подход здорово тормозит и без того тормозного протагониста. Особенно это заметно, если наткнуться на верткого черноносителя. Эти монстры несутся прямо на героя. Любят багануть, уткнуться в его грудь головой и продолжить куда-то спешить, куда-то торопиться, будто хотят пробежать его насквозь. Но именно из такого положения попасть по черноносу сложнее всего. От бедра Хименюк стрелять не умеет, атаками ближнего боя постоянно мажет. Приходится прилипать глазом к прицелу и наводить мушку на монстра в упор, пока его вертлявая голова маячит влево-вправо, прямо перед дулом. Так что готовьтесь отстреливать чудовищ на дальних подступах, либо пропускать оплеуху за оплеухой. Есть в Чернобылайте свой Черный Сталкер. Да-да, почти тот самый, о котором травили байки у костра в Тенях Чернобыля и Чистом Небе. Он появляется из чернобылитового шторма, если слишком долго задержаться на миссии. Это что-то вроде Мистера Икс из ремейка Resident Evil. Задача Черного Сталкера всячески гонять и нервировать игрока, не позволяя ему в темпе черепахи зачищать локации. Однако реально напугать он способен только в начале игры, особенно если вы уже имели дело с тем же Мистером Икс или Немезисом. Кажется, что тебя будет преследовать неубиваемый и непоколебимый противник, от которого нет спасения. Но простые прятки в кустах ставят Черного Сталкера в тупик. А стоит прокачать винтовку, и после серии точных попаданий местный альфа-охотник моментально сдувается и сваливает в портал. Но даже если пришлось туго, спасут глючные сохранения. Они здесь работают не хуже читов. Перезапустил игру с контрольной точки, и чернобылитовый шторм может просто пропасть, а Черный Сталкер так и не появится. В качестве бонуса еще и грибы заново отрастут, и мусор заново раскидается. Правда, бывает и наоборот. Часть того, что успел насобирать до сохранения, пропадает из рюкзаков и из полянок. Тут уж как повезет. Если хотите хэппи-энд после финальной миссии, то нужно соблюсти все необходимые условия, ключевое из которых — собрать полный комплект союзников. Всего в нашем отряде самоубийц — пять свободных мест. Но так как желающих немного, то ученому-интеллигенту придется иметь дело с откровенными неадекватами. Повернутым на грибах наркоманом, отмороженным ауешником, сумасшедшим стариканом, в противогазе которому везде мерещатся крысиные заговоры, и бывшей Эмма, которая называет себя королевой леса. В Минске я была просто девочкой Эмма. Здесь я королева леса. Весь этот сброд нужно дотерпеть до финала и ни с кем не разодраться. А это ой как непросто. Практически в каждой миссии встречаются квесты с несколькими вариантами решения. И какой вариант не выбери, одни союзники обрадуются, а другие непременно разобидятся. Зачастую это и вовсе напоминает детский сад. Одному шутки ради хочется взорвать крыс, которые утащили всю взрывчатку. Но рассудительная Ольга, та самая, что зовет себя королевой леса, против. Другой балбес, отстреливаясь от противника в закрытом здании, взорвал там бочки с химикатами и не может выбраться. А мы, нацепив противогаз под улюлюханье воображаемых призраков, идем его вытаскивать. Стоит пару раз проигнорировать просьбу напарника или сделать что-нибудь, что ему не по нраву, вчерашний союзник злобно сообщит «Ты меня достал, я ухожу!» и обязательно устроит подлянку во время прохождения финальной миссии. Но даже если из отряда сбегут последние бойцы, нужды проходить игру заново или откатываться на старые сейвы нет. Поменять свой выбор можно в любой момент благодаря механике перерождения. Достаточно умереть или покончить жизнь с самоубийством в радиационной камере. Именно так в Чернобылайт исправляются ошибки прошлого. Чернющая, надо сказать, ирония. По сюжету Чернобылит дает власть над временем и пространством. А потому, погибнув, герой перемещается в параллельную реальность. Там мы увидим застывшие сцены из игры, и за несколько кусков минерала события можно изменить. Это приведет к эффекту бабочки. Кто-то из напарников вернется, другой наоборот уйдет. Или, например, может оказаться, что одно из решений разозлило военных, и теперь по всей зоне будет усиленно рыскать патрули. Как видите, намешано в игре все и сразу. Здесь тебе и survival, и шутер, и ролевка, и даже социальная головоломка. И все было бы просто замечательно, если бы не постоянное ощущение, что разработчики создавали игру под действием расслабляющей похлебки. Механик-то в Чернобылайт много, а самого нужного контента — оружия, видов противников, локаций — по минимуму. Особенно сказывается недостаток территорий. На них раз от раза приходится возвращаться, пересекаться с одними и теми же NPC, иногда спасать одних и тех же дезертиров от военных. Скрипты в Чернобылайт постоянно сбоят. И если в первую пару часов даже в голову не приходит к чему-то придраться, ведь ты снова в Припяти, вон легендарное колесо обозрения, а вон тот самый ДК-энергетик, из которого мы выбивали монолитовцев в Сталкере. Это ведь такая ностальгия. Как здесь хоть до чего-то можно докапываться? Но на второй, третий, десятый заход несуразности начинают бросаться в глаза, и их уже невозможно развидеть. На каждом шагу спотыкаешься о баги, от мелких до серьезных. То запинаешься о какую-нибудь невидимую корягу во время перестрелки, которую даже перепрыгнуть нельзя. То не получается выбрать одно из решений квеста, скрипт не запускается, и приходится выбирать то, что совсем не хочется. Анимация в игре дерганная, рваная, а лицевой анимации вовсе нет. Чтобы над ней не заморачиваться, разработчики нацепили на всех персонажей противогазы, которые те носят постоянно, при том, что герой-то их спокойно снимает и надевает, в зависимости от обстановки. Нет мимики, нет выражения лица. Понятное дело, это влияет на восприятие собеседников. Они просто-напросто не запоминаются. Все здесь выглядят на один противогаз. Маленький лайфхак. Включите субтитры, тогда рядом с текстом каждого значимого NPC будет висеть портрет. Это хотя бы частично исправит положение. Наделить безликих героев эмоциями вовсю стараются актеры озвучки. Иногда даже слишком стараются. Посреди спокойной, мирной сцены напарник может внезапно начать орать, как огорошенный, словно за твоей спиной нарисовался кровосос. И сейчас покажет, в какой зоне монстры круче. Еще кое-что, пока ты не ушел. Оружие Нар имеет биометрический замок. Мы не сможем им воспользоваться. Так что придется защищаться тем, что есть. Держи. Это на самый крайний случай. Все нормально. Это просто традиционные, ничем не мотивированные перепады настроения и громкости в русской локализации. Через пару слов напарник успокоится и начнет невозмутимо вещать, будто ничего и не произошло. В остальном озвучка работает ровно, так, как и было задумано. Играет на ностальгии. Не узнать невозможно. Это именно те голоса, которые врезались в память еще в тенях Чернобыля. Вычурные, переигрывающие, комично изображающие сталкеров с района. Но такие ламповые. Создатели Чернобилайт не стесняются вторичности. Они будто гордятся ею, выпячивают ее на передний план. Ведь даже главного героя озвучил Александр Вилков. Почему это место кажется мне таким знакомым? Голос стрелка из всей группировки Долг. Хорошая идея. Коварный прием. Коварный, но эффективный. Заставляет простить игре многое. А густая атмосфера пасмурного, агонизирующего мира могла бы заставить простить все остальное. Если бы и она не запиналась на каждом шагу об очередное досадное но. На улицах Припяти здесь звучат реальные записи оповещения об аварии. По коридорам ЧАЭС эхом разносятся крики персонала. Сцены трагедии всплывают перед глазами. Тем, кто смотрел сериал Чернобыль, некоторые из них покажутся до боли знакомыми. Когда в обветшалом, пустом здании натыкаешься на кукол, которые смотрят работающий телевизор, все, чего тебе хочется, выключить его поскорее, чтобы сделать происходящее хотя бы капельку нормальнее. Саспенс заполняет все вокруг. Но! Ровно до того момента, как раздается очередной скример. Призраки здесь любят тараторить как бы мрачным голосом. На самом деле, их театральные угрозы здорово напоминают злодеев из советских детских сказок. Стоит им заговорить, вся жуть сразу улетучивается. Внемли голосу из пустоты! Некоторые локации проработаны чуть ли не фотореалистично. Создается ощущение, что движешься среди реальных стен, на которых можно разглядеть каждую трещину, почувствовать рельеф. Но сразу следом встречается комната, полная неразборчивой мешанины из расплывчатого мусора и чернобылита. А в каком-нибудь подвале или многоэтажке можно и вовсе потеряться в четырех стенах среди безликого и мыльного антуража. И погружение как не бывало. Сразу спускаешься с небес в компьютерную игру, эдак 15-летней давности. Или вот, например, забрел на детскую площадку. Все давно заросло, заброшено, оставлено. Облупившаяся краска на карусели, проржавевшие качели, знак радиации прямо там, где могли бы играть дети. Безысходность, жуть, красота. Ты там, в этом мире, погрузился с головой. Подходишь к качелям, чтобы толкнуть их, услышать скрип, который сделает картину еще безотраднее. Но скрипа нет, физики нет. Качели стоят на месте, как их не толкай. И вот тебя опять выбило из погружения. Ты больше не в Припяти, а в полной условности в выживалке. И хмуро идешь собирать грибочки, чтобы слепить из них автомат. Чернобилайт — это сталкер, прошедший через аномалию. Вроде бы очень похож, но одной части тела не хватает. Других, наоборот, больше, чем нужно. Третьи перекорежило так, что больно смотреть. И пусть местами мутация оказалась удачной, возможность остроить эффект бабочки в Припяти — это что-то с чем-то. Все-таки для большинства количество кривизны в игре окажется запредельным. Но найдутся, уверен, бывалые сталкеры, что разглядят в местных пейзажах следы зоны отчуждения, чьи дорожки они когда-то исходили вдоль и поперек. Ради кратких проблесков той самой атмосферы, они плюнут на все баги и недостатки. Тем более, что сердце Чернобыля от GSC Games ждать еще непонятно сколько. Пусть игру и обещают выпустить уже в следующем апреле. Знаем мы эти обещания, ага. А так, благодаря Чернобилайт, у нас прямо сейчас есть возможность отправиться в депрессивный мир чернобыльской зоны. Вспомнить, что и сталкер на старте страдал от лютого количества багов. И поспорить, что же вышло забагованнее. Редактор субтитров А.Семкин